МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире новости губернии в студии Кирилл Козин. Вначале коротко о темах выпуска. Без еды, воды и в абсолютной изоляции. 27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Те, кто мужественно перенес все тяготы военного времени, поделились воспоминаниями с молодежью. Подробности в нашем выпуске. С жильем хорошо, а с хорошим еще лучше. В этом году планируют в 5 раз увеличить темпы расселения из аварийных домов. Об итогах и перспективах реализации нацпроекта жилье и городская среда. Расскажем. Знают, что продают. В Самаре прошел рейд по торговым точкам в поисках СНЮСа. Удалось ли приобрести смесь в обычном магазине? Губернатор Дмитрий Азаров и председатель обл. избиркома Вадим Михеев обсудили подготовку к муниципальным выборам. 13 сентября жителям региона предстоит выбрать депутатов, которые будут представлять их интересы на уровне городских дум, собраний сельских поселений и совета внутригородских районов. Всего избирательная кампания пройдет в более чем 300 территориальных делениях Самарской области. В том числе в Жигулевске, Кенеле, Октябрьске, Отрадном, Чапаевске, городских районах Самары, а также ряде поселений Алексеевского, Безенчугского, Богатовского и больше Глушицкого районов. Глава региона подчеркнул, муниципальная власть самая близкая к жителям и представлять ее должны люди, которые пользуются безусловным доверием граждан. От того, кто войдет в состав депутатского корпуса, во многом зависит реализация на земле, национальных проектов и задач, обозначенных в послании президента страны Владимира Путина. Должна быть обеспечена безопасность, доступность и прозрачность избирательного процесса. Обл. избирком уже начал подготовку, составлен план и определены ответственные лица. Сейчас идет обучение членов участковых территориальных избирательных комиссий. До конца года в Самаре в рамках нацпроекта образования построят школу на 600 учеников. Здание возведут в Октябрьском районе, где проблема дефицита учебных мест стоит наиболее остро. План строительства новых образовательных учреждений в регионе рассмотрели на совещании, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. В график уже внесено возведение двух учреждений в Октябрьском районе. Кроме того, новые школы на 1600 посещений в смену в ближайшие годы появятся в Тольятти. Работы будут финансироваться из бюджета всех уровней. Мониторинг загруженности школ по поручению главы региона ведется непрерывно. На важность такой работы в своем послании Федеральному собранию указал президент Владимир Путин. Напомню, в прошлом году Самарская область полностью выполнила, а по ряду показателей перевыполнила план по исполнению нацпроекта образования. В 2019 году построено две школы, еще одна была реконструирована. В этом году возведение объектов общего образования будет продолжено. Кроме того, планируется расширить заявку по строительству новых школ в рамках нацпроекта. В Год памяти и славы в Самарской области планируют провести больше полутысячи различных мероприятий. Это выставки, патриотические акции, концерты и фестивали. В региональном правительстве обсудили подготовку к празднованию Великой Победы. Как отметил губернатор, оргкомитет уже провел огромную работу, связанную в первую очередь с заботой и вниманием к ветеранам. Также по поручению Дмитрия Азарова в 2019 году в регионе провели ревизию воинских мемориалов, памятников. Выяснилось, что из 1200 в капитальном ремонте нуждаются 118, более 550 в косметическом. К юбилейным мероприятиям приведут в порядок и аллеи памяти, и места воинских захоронений. Конечно, это событие главное для жителей всей страны, и, конечно, жителей Самарской области. Особая ответственность на нас накладывает то, что город Куйбышев, имени Самары, в годы войны стал запасной столицей страны. И, конечно, эти события должны быть также отражены в праздничных мероприятиях. Также Самара планирует претендовать на присвоение звания города трудовой доблести. Напомню, в декабре президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об введении соответствующего статуса. Несколько дней назад прошло голосование, и в первом чтении документ был поддержан. Дмитрий Азаров поручил областному правительству совместно с историками и экспертами подготовить научно-историческое обоснование вклада областной столицы и всего региона в Великую Победу. Планируется, что в городах трудовой доблести будут устанавливаться стелы с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента. Не сдались, несмотря ни на что. 27 января наступит 76-я годовщина со дня полного освобождения Ленинграда от блокады немецких захватчиков. О героической обороне, тяжелых днях в оккупации и долгожданной победе современному поколению рассказали сами участники тех событий. Истории с первых уст услышал и Владимир Маркин. Нина Федоровна Гусева родилась в Ленинграде в 1933 году и уже 8-летней девочкой познала ужас войны. Голодной войны. Она вспоминает, северная столица полыхала, фашисты сбрасывали на город зажигательные бомбы. В таких условиях мама Нины Федоровны помогала рыть окопы, ставить заграждения, а впоследствии и вовсе была помощницей хирурга в госпитале. В конце 42-го семью эвакуировали в Куйбышев. До этого уже очень много вывезли детей, потом стали вывозить родителей с детьми, кто не соглашался отдать детей отдельно, потому что очень много на Ладожском озере погибло таких, конечно, барж. 125 граммов хлеба, отсутствие тепла и воды. Страх и боль, которые перенесли блокадники, черным пятном остались в памяти и теперь запечатлены на фотографиях. На встречу с людьми с достоинством прошедших настоящий ад на земле, в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» пришли представители молодежных организаций, студенты и волонтеры. Ведь нынешнему поколению просто необходимо знать героев в лицо. Одно дело даже это читать и видеть видеоматериалы, а другое дело слышать людей, которые это пережили, которые помнят это к своей кровью, плотью, у которых были потеряны родственники, у которых умирали на глазах родные. Окончательно блокада была снята 27 января 1944-го. Они смогли, они выбрались и стали живым примером советского духа и характера. Участники встречи лично поблагодарили ветеранов, вручили цветы и благодарственные открытки. С ветеранами Великой Отечественной войны, с жителями блокадного Ленинграда, с труженьками тыла. Самарский дом молодежи ведет работу у него только в преддверии каких-либо праздников. А постоянно встраиваем все эти встречи с ветеранами для молодежи, чтобы память передавалась. Пока память есть, пока она живет, мы этого не забываем и надеемся, что в дальнейшем этого и не случится. В преддверии дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады мероприятие с ветеранами проходит по всей России. Это событие, одно из самых важных дат года памяти и славы, о проведении которого объявил президент Владимир Путин. Владимир Маркин, Роман Апарин, Новости губернии. О значении подвига блокадников сегодня говорили в детской библиотеке. Там прошла встреча со школьниками. В честь юбилея Победы здесь будут проводить целый цикл встреч под названием «Час мужества». Вам подробности в репортаже Андрея Фадеева. Если бы пал Ленинград, пал бы и Советский Союз. Маленькие слушатели ловят каждое слово особого гостя этой встречи. Ведь он рассказывает им об одном из самых страшных событий в истории нашей страны. Вернувшись домой, десятилетняя Алла подойдет к родителям и спросит о героях Великой войны, которые есть в ее семье. Чтобы знать про это, потому что это как-никак наша страна. Я буду годиться, что у меня в семье был кто-то, кто воевал. Им рассказывают об истории блокады Ленинграда, об условиях, в которых находились жители осажденного города, в том числе такие же дети, как они сами. Великая Победа – это переплетение миллионов судеб наших соотечественников, примеров мужества, о которых должно знать юное поколение. Наша организация совместно с другими ветеранскими организациями, понимая роль патриотического воспитания для подрастающего поколения, взяла, будем говорить, на себя такую миссию, рассказывать о роли патриотического воспитания, что оно означает. Хотя Владимир Николаевич в силу возраста не участвовал в тех событиях, но о том, что такое война, знает не понаслышке. В свое время он защищал интересы родины в африканской Анголе, а его отец, Великую Отечественную, дошел до Берлина и вернулся домой живым. К сожалению, к большому сожалению, к сегодняшним дню очень остается мало тех людей, которые были, которые прошли через все это. То есть это ветераны Великой Отечественной войны, это дети, если говорить о сегодняшней дате блокадного Ленинграда, очень трудно пригласить. Встреча приурочена к памятной дате, 27 января, полному снятию блокады Ленинграда. А в феврале библиотека организует серию встреч, посвященных Сталинградской битве. Андрей Фадеев, Тимур Набиев. Новости губернии. А теперь коротко о других новостях, которые наша редакция просто не могла оставить без внимания. В нашей постоянной рубрике «Губерния за минуту». Жители Самары выберут, где установить скульптурную композицию «Аренький цветочек». Она посвящена памятью семьи Аксаковых. Предлагается три варианта. Скверное пересечение улиц Фрунзе и Красноармейской, дом номер 116 на улице Фрунзе и дом 78 на Степана Разина. Проголосовать можно на официальной странице администрации Самары в социальных сетях. Стал известен еще один участник возрожденного «Рока над Волгой». На сцену фестиваля выйдет «Земфира». Напомню, «Рок над Волгой» состоится 27 июня на стадионе «Самара-Арена». Свое участие уже подтвердили группы «Би-2» и «Мумитроль». Фестиваль проводился в Самарской области с 2009 до 2014. В годы затишья поклонники просили вернуть «Рок над Волгой». И 9 августа 2019 года в своем инстаграм-аккаунте глава региона Дмитрий Азаров объявил о возрождении фестиваля. В субботу 25 января в Тольятти состоится международная спидвейная гонка. В мемориале имени Анатолия Степанова примут участие 12 спортсменов из пяти стран мира. Это Россия, Швеция, Германия, Нидерланды, Австрия. Соревнования, которые традиционно проходят летом, в этом году решено провести в формате гонок на льду. Участники будут выступать в парах – российский спортсмен и иностранный. Современная медицина пришла в село Верхняя Орлянка. Там открыли модульный фельдшерско-акушерский пункт. Это отдельное здание с просторными помещениями, соответствующее всем санитарным нормам и оснащенное необходимым оборудованием. Как изменится здравоохранение на селе – расскажем далее. Чтобы успеть прийти на помощь пациентам, Алла Митяева начала водить машину. Отечественный веднедорожник ей выделили по инициативе главы региона Дмитрия Азарова по программе транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики. В прошлом году сельские медработники получили 20 высокопроходимых автомобилей Нива. Фельдшером Алла Митяева работает больше 30 лет. «Трудолюбивая до нельзя. Можно ее видеть в 7 часов утра на рабочем месте и до самого позднего вечера, а то и ночью. Бывает так, что она и утром, и вечером выезжает по вызову. Я очень рада. Я рада за то, что наши специалисты в очень хороших условиях. Они достойны действительно этого. Сейчас мы рады, что у нас такое прекрасное помещение – теплое, светлое, благоустроенное». Строительство стало возможным благодаря наспекту здравоохранения, инициированному президентом страны Владимиром Путиным. «Был выделен электрокардиограф, который через вот эту общедоступную сеть интернет будет давать возможность консультировать кардиограмму жителей села Верхний Орлянг в режиме реального времени со специалистами властного кардиологического диспансера». «У меня не было вспомогательных аппаратов по измерению, допустим, сахара, крови, гемоглобина, холестерина. Сейчас это я все получила. Хочется работать, оказывать помощь, встречать людей. Я думаю, мои односельчане этого заслужили». Новинка ФАПа – это укладки. Теперь, допустим, когда у пациента острый коронарный синдром, врачу больше не нужно искать необходимые препараты. Они все собраны вот в таком чемоданчике. В этом году развертывание сети ФАПов должно быть завершено. По поручению президента их необходимо оснастить необходимым оборудованием, чтобы оказывать на местах реальную помощь людям. «В этом году мы должны в полном объеме, как и предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Но это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет». В регионе в прошлом году возвели 14 ФАПов, в том числе в отдаленных территориях региона. Ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов взял под контроль губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Нам надо вернуться к вопросам, в первую очередь, тех ФАПов, которые были созданы уже определенные сроки, определенные годы, в том числе в приспособленных помещениях. Еще раз вернемся к этому вопросу, еще раз проревизируем, и при необходимости, конечно же, приложим все усилия, либо строительство новых ФАПов, либо приведение в порядок тех зданий. Все это должно быть разумно оценено. Люди ждут этих объектов». Задачи поставлены и уже в этом году. В рамках реализации проекта возведут 23 ФАПа и 3 офиса врачей общей практики. Задача – приблизить медицинскую помощь для сельчан, в том числе самых отдаленных территорий губернии. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Самарская область за прошлый год в полтора раза превысила плановые показатели по переселению граждан из аварийного фонда и плановый показатель по количеству семей, улучшивших жилищные условия. В таком же объеме выросло количество семей, что смогли увеличить квадратные метры. Итоги выполнения нацпроекта «Жилье и городская среда» сегодня подвели на брифинге областного Минстроя в объединенном пресс-центре телерадиокомпании «Губерния» и газеты «Волжская коммуна». С жильем хорошо, а с хорошим жильем еще лучше. В прошлом году это ощутили на себе 167 семей губерний. 320 жителей смогли переселиться из аварийного фонда в новые квартиры. Это направление нацпроекта «Жилье и городская среда» находится на личном контроле у губернатора области Дмитрия Азарова. Работы активно велись в каждом муниципалитете. Как итог, расселено свыше 7 тысяч квадратных метров. Это в полтора раза больше целевых показателей. Планы на этот год намного выше. Более 32 тысяч квадратных метров нам необходимо расселить. И где-то 1800 граждан подлежат переселению. Данный проект, естественно, очень напряженный. Поэтому он находится не только на контроле у губернатора, но и у президента Российской Федерации. Еще один параметр – уровень доступности жилья. Это важный индикатор качества жизни. Тут пересекаются социально-экономические и демографические показатели и даже уровень доверия к власти. Благодаря направленной работе правительства области более 60% населения имеет возможность не только приобрести жилплощадь, но и улучшить условия. Например, в прошлом году это сделали 110 тысяч семей. В полтора раза больше целевого показателя нацпроекта. К 2024 году мы должны выйти на уровень 120 тысяч семей, ежегодно улучшающих свои жилищные условия. Видите, мы сейчас уже находимся не очень далеко от этого уровня. В общем-то, обусловлено это тем, той активностью рынка, тем довольно хорошим высоким благосостоянием наших граждан. На реализацию нацпроекта в прошлом году потрачено почти 2 миллиарда рублей, полтора из них из федерального бюджета. В 2020-м регион привлечет в три раза больше федеральных средств. Стимулирование жилищного строительства – один из ключевых приоритетов в работе губернатора и правительства области. За сухими цифрами – новые дороги, детские сады, новые места в школах. Губернатор уделяет внимание не только городским образованиям, но и сельским районам. Так, в муниципальном районе Красноярске строительство детского сада – это первое строительство детского сада за более чем 40-летний период. В нынешнем году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» будут сделаны акценты на строительстве социальных объектов и решении вопросов проблемных объектов долевого строительства. Сергей Павлов, Александр Каракулько, Новости губернии. Собственная железная дорога, новые рабочие места и дополнительная поддержка резидентов. На совещании в особой экономической зоне Тольятти обсудили итоги 2019 года и планы на 20-й. С инвесторами, настоящими и будущими пообщалась Ирина Грумеза. Это предприятие – одно из 22 резидентов особой экономической зоны Тольятти. Оно производит автокомпоненты и поставляет их на заводы России. Инвесторы говорят, с выбором места дислокации не прогадали. В 2015 году начинали работу с трех сборочных линий и четырех сотрудников цеха. Сейчас здесь трудится уже 70 человек, открыт участок мехобработки, ремонтный отдел, есть свои службы логистики и современный офис. В планах есть постройка второй части завода, рядом есть свободное место, которое будет также заполнено станками для производства. А это презентация проекта самарской компании-претендента на резидентство. Она производит керамограниты и, став участником ОЭЗ, руководство планирует увеличить мощности с 5,5 до 7 миллионов квадратных метров продукции. Здесь инвесторов привлекают большие площади, выгодные условия энергопотребления и различные льготы. Открытие завода обеспечит Тольятти около тысячи рабочих мест. Рассматривая все возможные площадки, потому что мы здесь не ограничены были самарской областью, то есть мы посмотрели, что в нашей родной области условия, которые предлагает правительство экономическая зона, они наиболее интересны для нас. В 63-м регионе сформирована специальная программа развития особой экономической зоны под новые потребности инвесторов. Здесь создают индустриальный парк площадью более 60 тысяч квадратных метров с точками подключения ко всем коммуникациям. Возводят производственные корпуса. Их резиденты могут взять в аренду или постепенно выкупить и не тратить время на строительство. Всем очень интересна наша площадка, в том числе с учетом тех дополнительных сервисов, которые мы начали сейчас предоставлять с конца прошлого 2019 года и в этом году. Это строительство площадок, строительство корпусов, дополнительные меры поддержки, связанные с компенсацией части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Уже в 2020 году особая экономическая зона станет частью Тольятти. Это значит, что ее резиденты смогут рассчитывать на поддержку из фонда развития моногородов. Например, получить заемные средства под нулевую процентную ставку сроком до 15 лет. Также ВОЗ планирует открыть межрегиональный логистический склад металла. Он будет весьма кстати с учетом строительства неподалеку моста через Волгу в Климовке и собственной железнодорожной ветке. Первые грузовые составы должны отправиться по ней в середине 2021 года. Ирина Грумеза, Андрей Костомаха. Новости губернии. Условия для творчества. Детские школы искусств Самарской области получат новые инструменты и мебель, закупят их в рамках нацпроекта «Культура», который инициирован президентом страны Владимиром Путиным. Наши корреспонденты побывали в двух учебных учреждениях и узнали на месте, как изменения повлияют на их работу. Полина Абалакова ученица второго класса. В шестую школу искусств она ходит, как и в общеобразовательную, каждый день. Играет на фортепиано, поет в хоре, занимается сольфеджио и рисованием. Я с детства очень любила рисовать и хорошо рисовала, и хорошо играю на фортепиано. Я стараюсь все делать с удовольствием, чтобы мне все нравилось и получалось. Торжественное открытие шестой школы искусств состоялось в октябре прошлого года. Сейчас в ней занимается более 150 человек. Для них доступны сотни новых инструментов. Они были приобретены на сумму более чем 15 миллионов рублей. Пианино «Рубинштейн» появилась в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В дальнейшем по этому же нацпроекту на 5 миллионов будут закуплены духовые. Прежде всего планируется приобрести духовые инструменты, потому что мы хотим на базе этой школы открыть еще один духовой оркестр, который будет уже не смешанным, а детским. Таланты, которым надо помогать, учатся и в детской музыкальной школе номер 10 имени Дмитрия Кабалевского. Дарья Перфильева – одна из способных и трудолюбивых учениц. С 7 лет не представляет жизнь без пианино, усердно постигает искусство. В этом году у девушки выпускной и, конечно, в планах осуществить свою мечту. Музыка – очень прекрасное искусство, и я выражаю в музыке все свои мысли, мечты. В дальнейшем планирую связать свою жизнь с музыкой, поступить в музыкальное училище, закончить консерваторию и получить достойное музыкальное образование. Именитая музыкальная школа в марте этого года отметит юбилей – 60 лет. Более чем за полвека здесь воспитали поистине виртуозных музыкантов. На этой фотографии еще совсем молодой Сергей Войтенко, который позже станет известен на всю страну своей необыкновенной игрой на баяне. Педагоги говорят, старание и труд – вот главный лозунг учеников. Тем более заниматься станет еще интереснее. Благодаря нацпроекту «Культура» в учреждении закупят современный инструментарий. Все наше ученическое и педагогическое сообщество счастливо тем, ярким проявлением внимания государства к сфере культуры в рамках реализации национального проекта «Культура». В конце 2019 года нам поставили пианино Николай Рубинштейн. В 2020 году планируется масштабное оснащение музыкальными инструментами. О развитии и поддержке искусства в Самарской области говорил губернатор Дмитрий Азаров на заседании Совета по национальным и приоритетным проектам. Он отметил, в прошлом году наш регион достиг всех целевых показателей и даже перевыполнил их. К примеру, были открыты модельные библиотеки в Сергиевске, Сызрани, Самаре, Октябрьске и других районах. Реконструирован театр «Самарт». Конечно, положительный результат – большая заслуга рабочей группы Госсовета по культуре в планах на 2020-й строительство современных школ искусств. Предложения рабочей группы Госсовета по культуре уже нашли свое отражение в поручении президента. Я рад, что и предложения рабочей группы по строительству новых и реконструкции существующих школ искусств также вошли в перечень поручений президента уже по итогам послания. Это говорит о том, что рабочая группа содержательно трудилась в 2019 году. Уверен, что и в году текущем мы также сформируем компетентные и содержательные предложения. Также инициативу рабочей группы по оказанию поддержки работникам культуры в селах и малых городах поддержал президент Владимир Путин. Теперь педагоги детских школ искусств включены в программу «Земский учитель» и имеют право на получение одного миллиона рублей в рамках проекта. Светлана Стрибкова, Владимир Маркин, Дарья Зотова, Роман Апарин, Александр Дудко. Новости губернии. В Самаре прошел круглый стол, посвященный проблемам взаимодействия вузов с работодателями, переходу на цифровые стандарты обучения и переквалификации. Актуальную тему собрала представители университетов, предприятий и компаний региона. Задача специалистов – обсудить и обобщить уже существующие успешные практики и рассказать о своем опыте. Студенты стесняются именно инженерных направленностей, то есть они как технари замечательные, но презентовать себя у многих не получается. В связи с этим мы им помогаем. Во-первых, написать резюме. То есть к нам в отдел приходят студенты даже с первого курса, если им нужна подработка на время лета. Главное, чтобы вузы предприятия работали как одно целое и готовили специалистов сообща. Чтобы не было такого, когда студенты приходят и не понимают, с чем им приходится сталкиваться в реальном производстве. В этом мы помогаем им, конечно же, с практикой. В помощь студентам и цифровые технологии. Один из таких проектов – профстажировки 2.0. Фактически уже с первого курса, не выходя из дома, молодые люди могут найти себе сначала задание по специальности, а затем стажировку, курсы, переподготовки и в итоге работу. Это довольно системный проект и в целом он хорошо развивается. Плюс есть такие вещи, как, скажем, трудоустройство на летние и зимние каникулы. Реальная тема для дипломных работ, которая дается не в вузе, а дается от предприятия. А у меня на этом все. Больше новостей на нашем сайте. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин